Всем привет! Меня зовут Алексей Инка Никита, я автор блога 10kilogram.ru и в этом видео мы будем удалять китайские программы, которые автоматически устанавливаются на ваш компьютер. Это может быть Baidu, это может быть Rizing Antivirus, это может быть Tencent. И конкретно в серии этих видео речь пойдет про Rizing Antivirus и Tencent. В мои руки сейчас попал ноутбук одного из клиентов. Женщина хотела скачать решебники для своего ребенка, то есть для обучения в школе. Какие-то решебники и вместо решебников у нее на компьютере сразу появилась куча всяких ракет, ускорителей, боковые панели, дополнительные браузеры. Куча всплывающих менюшек начала у нее появляться. При подключении флешки происходит на компьютере очень много непонятных вещей. То есть вот начинается загрузка на каком-то китайском языке, что тут происходит неизвестно. Какие-то кракозябры. В общем, на компьютере после этого начинается полнейший бардак. При всем при этом появляется боковая панелька еще в окне «Мой компьютер». И, собственно говоря, куда ни зайди, то есть даже если просто кликнуть с второй кнопочкой мыши на каком-нибудь файлике, тоже в контекстном меню мы видим кучу непонятных китайских иероглифов. Все это поставилось на наш компьютер и вместе с вами сейчас мы будем удалять это все. Видео будет разделено на три части для удобства. Первая часть будет рассказываться, в первой части именно вот в этой будет рассказываться о том, как удалить всякие там кометы, которые наставились, Mail.ru, Amiga, там спутники и все прочее. Во второй и в третьих частях я буду рассказывать про ризинг антивируса и его удаление, и про Tencent и его удаление. Прежде всего, с чего стоит все дело начать? То есть начать нужно именно с поиска, скажем так, места расположения всех вот этих китайских файликов, китайских программ. Чтобы это сделать, нажимаем на вкладке «Пуска», то есть на панели «Пуска» и выбираем запустить диспетчер задач. Перед нами появляется диспетчер задач, скорее всего у вас будет открыта сначала вкладочка приложения. Мы переходим в процессы и сортируем их по описанию. То есть сразу здесь мы вот увидим, что у нас при включении компьютера позапускалась комета, висит у нас в процессах, запустились вот эти китайские программки, много китайских процессов. То есть и все эти процессы нам нужно обязательно записать, найти, чтобы мы потом могли убедиться, что они действительно полностью удалены. Находим процесс, нажимаем на нем второй кнопочкой мыши, нажимаем «Открыть место хранения файла». То есть вот этот файлик у нас расположен вот здесь. C-Program Files RISING RSD. Это наша якобы антивирусная защита, которая называется RISING. То есть создаем на рабочем столе текстовый документ, в который мы будем сохранять все эти пути. То есть нажимаем «Создать», выбираем текстовый документ. Не важно, как вы его назовете, то есть заходим туда и вставляем сюда скопированный путь. То есть вот этот вот путь мы копируем и вставляем в этот вот файлик. Также делаем все для вот этих вот китайских иероглифов. Открываем следующий китайский файлик, да, то есть копируем вот этот адрес, вставляем его в наш текстовый документ. Это мы скопировали два файлика. Дальше смотрим, открываем еще. Тут уже путь отличается. Это уже программка Tencent. То есть два фоновых процесса работают от RISING'а и остальные все процессы, насколько мне известно, будут от китайской программки Tencent. Каждый файлик открываем место хранения файлов и копируем путь, потому что пути эти могут меняться. То есть они могут совпадать, могут меняться, но вот все-таки я настаиваю, чтобы мы сохранили абсолютно все эти пути. Этот путь тоже совпадает. И еще один файлик. Он уже находится в другом месте, то есть обязательно все это надо сохранить, чтобы мы потом, если что, вручную все могли почистить. То есть вот у нас получилось, вот лично у меня получилось, четыре вот таких вот пути. Так, до этого у меня еще был один путь, который сейчас почему-то не отображается в процессах, но этот путь вот находится именно вот здесь. Обязательно все просматривайте, мы потом перезагрузимся, все перепроверим. То есть вот эти все пути мы сохранили. Вот отсюда нам надо все поудалять. Так, сейчас что я советую сделать? Сейчас я советую сделать следующее, избавиться от кометы и всего там барахла, которая наставилась на наш компьютер. Заходим в пуск, заходим в панель управления, нажимаем удаление программы. У вас здесь может быть отсортирована категория крупные значки, мелкие значки. То есть мне привычнее таким образом. То есть удаление программы нажимаем. И перед нами появляется список всех установленных программ на нашем компьютере. В принципе, достаточно легко это все дело обнаружить, если отсортировать все по дате установки программ. То есть вот, вчера мой клиент подцепил эти проблемы, да, то есть это было 20-го числа. То есть мы видим, что 20-го числа на этот компьютер установился Unity Web Player, служба автоматического обновления программ, боковая панель комета, это вот эта вот штука, что сбоку тут вылазит, сам браузер комета, браузер Амиго, Ризинг, Ризинг. То есть вот эти все программки нам нужно удалять. То есть начинаем с самого первого, выбираем его, нажимаем удалить. Второй кнопочкой мыши мы нажали на программки. И можем вот нажать Unistall. Unistall это удаление. Так. Все. Unity Web Player мы удалили. Удаляем дальше. Служба автоматического обновления программ Mail.ru тоже удаляем. Он нам совершенно не нужен на нашем компьютере. То есть тем более, что если вдруг вы не пользуетесь сервисами Mail.ru, то естественно от этого барахла нужно избавляться. Сервисы от Mail.ru мы удалили. Так. Боковая панель комета. То есть тоже. Второй кнопочкой нажали. Можно выделить первой и нажать вот здесь вот сверху. Изменить удалить. То есть на ваш выбор. Как вам удобнее. Как вам больше нравится. Вы действительно хотите удалить боковую панель. Да. Вот мы ее удалили. То есть от нее мы избавились. Точнее процесс удаления он еще идет в фоновом режиме. Скажем так. Так. Все хорошо удалено. И браузер комета. Тоже удаляем. После удаления вот этих всех ненужных программ. То есть они при включении компьютера автоматически висят в процессах. И загромождают работу компьютера. Они расходуют оперативную память. Они расходуют канал интернета. Это расходует ваш трафик. Тем более не дай бог если у вас не безлимитный тарифный план. Итак. Когда мы удаляем комету. Да. Появилось. Вы действительно хотите удалить комета. Да. И назначить главным браузером. Ну назначим. Пускай будет Google Chrome. Нажимаем удалить. Удаляем комету. Вот пропал ярлычок кометы с рабочего стола. Даже у нас. Нажимаем. Да. Подтверждаем действие. Что мы действительно хотим это все дело удалить. Это что? Это окошко мы пока закроем. До Tencent мы еще дойдем. Так. Комета удалена. Следующая на очереди у нас Amiga. Браузер Amiga. Тоже его удаляем. И все. И удаляем все данные о работе в этом браузере. Нажимаем удалить. Оп. Оп. Поудалялись ярлычки. Оставшиеся ярлычки. То есть в принципе если какие-то остаются. Их можно будет удалить вручную. То есть это вот странички там на Одноклассники. На ВКонтакте. То есть но они в принципе у нас удаляются сами. Насколько знают конечно вот это искать в интернете. Она остается. То есть ее надо будет удалить вручную. Это просто ссылка на страницу Mail.ru. Сейчас подождем пока у нас удаляется Amiga. В принципе это уже почти сделано. Удалено. То есть все. Эту вкладочку. Этот ярлычок мы можем тоже удалить. То есть выделили. Нажали Delete. И нажали Да. То есть вот немножко мы разгрузили наш компьютер. Остается у нас Rizing. Да. Rizing у нас отображается в установленных программках. Rizing мы видим. А вот Tencent. Вот этот вот ярлычок. Вот эта вот программка. Таким вот образом она выглядит. То есть синенький вот этот экранчик. Он может быть зелененький. В зависимости от версии. То есть оно может все меняться. Tencent'а здесь нет. Ну и собственно говоря. В следующем видео. Да. Мы будем удалять. Как раз таки. Две эти. Антивирусные китайские защиты. Поэтому переходите по ссылочке. Под этим видео. Переходите по ссылочке. На моем блоге. И смотрите как удалить именно вот эти китайские непонятные программки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо.